Всем привет! Сегодня будет такое небольшое видео про попугая, про нашего волнистого. Сейчас покажу, что с ним случилось, расскажет подробнее Аня, как лечить, что это за заболевание такое. Вот здесь он у нас стоит. Конечно, не очень мне нравится место расположения. Лучше, конечно, ставить, наверное, на кухне попугаев, чтобы с ними какой-то контакт был хотя бы. Вот, собственно, наш попугайчик, он на самом деле не очень старый. Ему сколько? Года три-четыре примерно. Ну да, где-то года три. Не очень он славится своим оперением, а тут что-то совсем облез. Мама Дениса забила тревогу и повезли мы попугайчика Кеша, его, кстати, зовут, да? Да. Повезли мы Кешу к моей коллеге-орнитологу ко мне на работу в клинику, и она поставила диагноз пухопероят. Что это такое, сейчас мы вам расскажем. Проявляется это заболевание с выпадением перьев, зудом, попугайчик чешется, беспокойно себя ведет, общая какая-то вялость, угнетение. И причиной такого состояния птицы служат маленькие клещи. Это совсем малюсенькие крошечные клещи, такие организмы, которые паразитируют на коже и в перьях. Подвержены абсолютно все птицы, не только волнистые попугайчики, а также куры, ну, голуби, другие пернатые. Но волнистые попугайчики как-то тяжелее всего переносят, потому что они маленькие и не очень приспособлены к жизни в нашем климате. Лечить лучше всего, конечно, на ранних стадиях. То есть, как только вы заметили, что попугайчик чуть-чуть начал чесаться, лучше сразу обратиться к ветеринару. Там выдернут парочку перышек из него и посмотрят под микроскопом на наличие пухопероеда. А если этот диагноз подтвердится, доктор вам назначит лечение. Конкретно в нашем случае мы обрабатывали его капельками и вермитин-содержащим препаратом. Капали мы ему на холочку сзади, между крылышками, на шею. И втирали в кожу. Так как эти клещи питаются не только чешуйками кожи и перьями, но и частичками крови и лимфы, которая появляется в результате того, что попугайчик себя расчесывает. А препараты вермитин-содержащие, они как раз-таки всасываются в кровь, в лимфу и убивают клещей при их питании. Обработку мы проводили два раза с интервалом в неделю. И плюс ко всему мы обрабатывали еще клетку. Можно обрабатывать различными хлорсодержащими веществами, проводить, так скажем, дезинфекцию. Мы же просто-напросто обработали кипятком. Все предметы и поилки, и кормушки, и все вот эти его игрушечки. И плюс еще убрали, у него были камушки меловые, висели. Это тоже все выкидывается, убирается. Почему он заразился? Этими клещами. Все на самом деле очень просто. Летом он стоит на улице, все лето практически. В холодное время он, конечно же, занулся домой на ночь. А так от птиц, от уличных, вместе с пылью эти клещи также могут попадать. И вот, собственно, такая причина заболевания. Если ваш попугайчик стоит на улице, все-таки лучше не надеяться заразиться. Он не заразится чем-то от уличных птиц. Лучше проводить дезинфекцию регулярно. То есть, это обработка попугайчика. Можно их обрабатывать не только таким сильным препаратом, севермеком, а также народными средствами. Очень хорошо отвар ромашки помогает для профилактики. Можно купать птичку в этом растворчике. А также дезинфекция от ветки должна регулярно тоже проводиться. Обработали мы его где-то неделю назад примерно. И ситуация была, по-моему, даже похуже. Ну, конечно, сейчас он уже обрастает. Сейчас, да, вот Аня тоже подтверждает то, что начинает обрастать перьями. Вот так он выглядит. Был еще лысее гораздо. И после первой обработки он перестал себя расчесывать и перестал расклевывать себе перья. У него были даже ранки. Так вот он всегда очень сильный часа. Ну, да. Вот так вот. Будьте внимательны к своим птичкам, замечайте все на ранних стадиях. Лучше все-таки профилактировать болезни, чем лечить их потом. Ну, да. Перев у него действительно было совсем мало. Мы взяли, в холку втерли лекарство, которое сказала Аня. Полностью обработали клетку. Мел выкинули. Если есть деревяшки, тоже выкидываем. Всю пластмассу можно, в принципе, обработать. Корм тоже вот этот поменять лучше. Плюс мы добавляли ему в павилочку препарат, витаминную подкормку, так скажем. Их, на самом деле, очень много в зоомагазинах. Для попугайчиков сейчас много чего производят. Различных витаминов, витаминов подкормок. Можете приобрести любую абсолютно и давать своему попугайчику даже для профилактики. Ну, да. Мы тоже добавляли просто в павилочку, сюда подливали ее. Так что, если ваша птичка похожим образом облазит, перьев меньше, то, скорее всего, у нее эти самые клещи. Если вы, тем более, его носите на улицу летом или даже на балкон, возможно, то, скорее всего, с улицы они и попали. Лучше, конечно, отвезти, показать ветеринару, птичку. Не нужно все-таки самолечением заниматься, потому что может быть и другая проблема. И вы тогда просто зазря потратите драгоценное время, которое могли бы вы потратить на лечение непосредственно вашей болезни. А вот здесь наш аквариум. Большой аквариум, не знаю, честно говоря, сколько литров. Такие вот рыбы живут. Это всем известно, наверное, анцитрус. Тут еще один где-то здоровый есть. Плотва такая плавает. Я ее плотвой называю. Не знаю, назвать. Как какой-то подлещик уже. Ну, только вытянутый сильно. Вот эти рыбки достаточно популярные. А вон анцитрус большой. Видите, что они разрывают тут постоянно эти камни. Поэтому растения сюда не сажаются живые. Сажаются искусственно. Кстати, таких растений на Алиэкспресс полно мы делали. По-моему, обзор по рептилиям товаров. Там добавляли ссылки. Очень много на Алиэкспрессе. Стоят они недорого. Ну что ж, на этом будем заканчивать наше видео. Получилось небольшое, коротенькое. Хотели показать состояние попугая. Рассказать об этой проблеме. Потому что у многих, я думаю, что живут волнистые попугаи. И на самом деле эти вот клещи, пухопировые, достаточно распространенные заболевания. Особенно, если вы выносите клетку на улицу или на балкон. Да. Что, на это все? Да, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте, ставьте лайки. Ставьте лайки, да. Делитесь видео обязательно с друзьями в ВКонтакте, в социальных сетях. И всем пока. Всем пока.